Вообще, когда у папы проявляют дети, меня посылка отправляют помочь. Шахиля родилась в Пазадинске, я видела роды, и Шахиля была тут. То есть, это как мои родные дети. И у меня чувства к ним особые. Милочка, у неё, когда она родилась, у неё была такая широкая грудь, такая улыбка. Действительно, папа говорит, что когда Милочка заходила домой, чиропиозор, как бы тысяча ламп зажигалась. Она была бесподобная, она не знала, что такое уныние. Она всё превращала в смех. Тяжёлое положение, она что-нибудь такое скажет, Вот покажете ей пальчик, она хохочет. Она точно как Роза. Я помню Роза, когда вышла замуж за папой. Она тоже была хохотушка, такая весёлая, и всё. И очень много у Милочки, Малка, при рождении её назвали Малка-Милочка. Она милая действительно, душевная, тёплая, родная. Не хочется верить, что её нет. Я понимаю, что в еврейской религии душа живёт, как сказать, душа вечная, только тело уходит. Но это тело было близкое нам, родное. Это тело, которое дало грудь и молоко своим детям. Испытала её. За два месяца до смерти, тяжело больная, она готовилась к подвителю дочери. Это надо было видеть. То есть у меня есть кое-какие фотографии. У меня нет много фотографий. Я очень благодарна Евгения. Он изумительный человек, вот знаете, высокого профессионализма. Я проходила через все эти фотографии, хотела подобрать каждой фотографии музыку. То есть её детство. Мы просмотрели это в 12 минутах. Вы знаете, мы с ним просидели три ночи, часами. Он даже где-то не смотрел, сколько времени. В 12 минутах, в час ночи, в два ночи. Мы сидели и подбирали музыку. Её детство, когда она выросла, когда она выходила замуж, родила перед подмитием. Она очень чисто, духовно, кристальный человек. Я когда узнала, когда я была... То есть я с ней была на телефоне каждый день. И я с ней общалась, я с ней говорила. Я старалась помочь ей всем, чем могла. Но, к сожалению, она себя ставила в последнюю очередь. Праздники были, ей надо было к праздникам готовиться. Там, где она живёт, это совершенно другой мир. Это мир, которого мы не знаем. Мы считаем, что мы религиозная духованская религия. Поверьте мне, что мы далеко от той религии, которой принадлежит его муж. То есть это та же еврейская религия, но это действительно... Вот, Брэцла. Это на кальций, вот её джон Брэцла. Она жила здесь, в Америке со мной. Она была свободная птица. Это была пахающая, знаете, матерёк, который забирал всё светлое, солнце. Она вбирала в себя радость. Потом приехала Роза и сказала, доченька, пора выходить замуж, лазить гулять, пора ехать домой. И они поехали назад в Израиль. В Израиль она решила вернуться на взор вачиван. То есть вернуться к религии. Они обе, Шахия и Милочка, они обе расходы в Мишине. И так уж получилось, видимо, всё предписано, эта судьба, что её профессором, её учителем был её муж. Он, когда увидел, насколько она кристально чистая, духовная, и всё, что она делает, она делает искренне. У неё нету, чтобы научиться вернуться к религии, одеть юбку, сказать ей оригёзно, а потом прийти, всё раздеться и вести второй образ жизни.